Всем привет! С вами Diffazium и это 19-й урок по программе Anime Studio Pro. И в этом уроке я расскажу вам про векторный слой. Векторный слой можно узнать по вот такому вот значку. Мы в два раза кликаем в любом месте вот тут. И у нас открывается такая большая панелька. Прежде всего, надо сказать о виде самого окошка настройки слоя. Оно у нас разделено на вот такие вкладки. И в каждой вкладке есть группы, которые вот так вот выделены. Они там, ну это более удобно по ним ориентироваться. Также тут есть такие кнопочки как ОК. Он сохраняет и закрывает наше окошко. Добавить, если мы это нажмем, все изменения сохранятся, но окошко не закроется. И отменить, то есть отменяет и закрывает окошко. В этом уроке я расскажу вам про вкладку General, или основное в переводе с английского. Также я уже разбирал некоторые вещи. И это у нас, значит, Visible, вот как мы видим, прятать в режиме редактирования и не рендерить этот слой. Все это то же самое у нас есть. Также мы можем поменять цвет. Ну, тут также можем детали, допустим, выбрать. Но этого уже тут нет у нас. Итак, теперь, что у нас тут есть. А есть у нас, во-первых, это разрешить анимировать эффекты слоя. Если мы ставим тут галочку, то у нас эффекты слоя, это вот эти вот эффекты, они будут анимироваться. Ну, исключением является Visible, она всегда будет анимироваться, даже если галочка не стоит. Первая группа, которая тут есть, это составные эффекты. Первый эффект это видимость. Ну, то есть, допустим, перейдем на любой кантор, допустим, на 24. Снимем галочку и поставим добавить. Теперь у нас с 0 по 24 кадр наш объект видим, а с 24 он уже у нас невидимый. Следующий эффект, который тут есть, это размытие или радиус размытия. Допустим, при значении 10 наш объект будет выглядеть вот так вот, то есть он у нас размытый. Так, я уже говорил, это тоже можно у нас контролировать, если поставим тут галочку. Это у нас прозрачность, то есть насколько наш объект прозрачный. Допустим, поставим значение 50 и при рендере, ну и так, видно то, что он стал полупрозрачным. Итак, а это у нас радиус автозатемнения. При значении, допустим, 6 мы сейчас добавим. И вот что у нас происходит. Вот у нас затемняется тут все наше дело. Каждое, ну, по краям он затемняется. И вот так это все у нас будет выглядеть. Итак, дальше, что у нас есть, это отражение. Отражает он относительно оси слоя, на который расположен вот так вот с помощью этого инструмента поставить начало. Вот, появляется такой крестик. И мы его ставим, допустим, в центр или куда мы заходим. Это без разницы, зависит от вашего желания. И, допустим, поставлю я на отразить горизонтально. И вот что у нас произошло. Он по оси нашей отразился. И теперь он в этой стороне расположен. Допустим, теперь я захочу отразить вертикально. Так как я снял галочку отразить горизонтально, он вернулся в свое исходное положение и отразился вертикально. Вот, он у нас перевернулся. Теперь переходим к следующей группе. Это у нас края. Они тоже у нас анимируются. То есть мы можем, допустим, ширину краев анимировать. Допустим, у нас тут я поставлю... Вот это у нас действие называется включить наши края. И тут две настройки. Это ширина. Допустим, я на 0 поставлю и цвет. Можно выбрать любой. Какой захотите, допустим, вот такой выберем. Нажмем добавить. И теперь при рендере у нас небольшой бодок такой появился. Как я сказал, он анимируется. Переходим на 24 кадр. Ставим, допустим, значение 6. Без разницы какое. И вот, он у нас увеличился. Допустим, перейдем на 12 кадр. Он намного меньше. Итак, что же такое за группа опции или настройки? Ну, без разницы. Итак, во-первых, опции, они не анимируются, как две предыдущие группы. Но в опциях достаточно крутые есть эффекты. И первый эффект, который тут доступен по умолчанию, это компенсация масштаба или размера. Если мы снимем галочку, ну, во-первых, объясню, что это такое. Допустим, при выборе всего, всех точек и при дальнейшем масштабировании у нас контур остается одинаковым. Что же происходит, если мы выберем инструмент, допустим, трансформировать слой, то есть, целый слой. Слой, то есть, наши контуры, они уменьшаются вместе со слоем. То есть, увеличиваются и уменьшаются. Вот это и есть вот эта штучка, то есть, если мы ее снимем, то контуры будут оставаться одними и теми же. Размер их будет одним и прежним, он не будет изменяться. Итак, следующее, что тут есть, это иммунитет к движениям камеры. Это при этой галочке у нас любые действия с камерой, они будут просто игнорироваться. Также тут есть иммунитет к глубине фокусировки. Ну, это то же самое, что и... Ну, то есть, вот тут я вам рассказывал, это глубина фокусировки. Допустим, выберем любую, и я тут поставлю значение любое. Итак, вот что происходит, если этого, вот этой функции тут не стоит, она у нас пассивная. У нас такая размытая, непонятная штука получается, если мы же тут галочку поставим, то при рендере у нас выглядит все четко. Итак, это я разобрал, теперь, допустим, расскажу про скрипт. Ну, тут особо говорить нечего, вы можете загрузить скрипт с расширением луа, и тогда ваш слой будет привязан к этому скрипту. Также вы можете использовать какие-либо изображения, и тогда это изображение будет накладываться на наш объект. Ну, так как у нас тут все размыто, я поставил... вернемся, как было, вот так вот. Вот. Там накладывается картинка на наш объект. Также, это у нас функция повернуться... ну, всегда быть повернутым к лицевой камере. То есть, смотрите, что это такое. Если я сейчас помещу в центр, вот так вот сделаю, то, как вы могли заметить, у нашего объекта уже появилась какая-то непонятная анимация, то есть он у нас немного изменяется. Допустим, если мы захотим передвинуть сюда, то он расширяется, наклоняется как-то. Ну, в общем-то, он будет всегда повернутым к лицевой камере. Теперь перейдем вот к этой штучке. Я как-то в разброс все рассказал. Итак, это у нас путь. Всегда, ну, вертеться, когда следуешь по пути. Ну, я вам сейчас объясню сначала, что такое путь. И сделаю, чтобы вот такого не было. Сейчас вернусь. Итак, что такое путь? Путь это векторный слой, у которого в настройке при нажатии на треугольничек стоит вот тут вот галочка. Допустим, мы нарисовали карандашом или чем-то другим. Можно любым инструментом нарисовать. И у нас это автоматически перейдет в путь, вот как мы видим. И при выборе инструмента следовать по пути, теперь все гладко двигается. Вот он у нас следует по этому пути. Можно так движение создавать, то есть линейность. И вот создаются, конечно же, ключевые кадры. То есть, допустим, перейдем на 24-й. И вот. Вот такое вот у нас действие происходит при этом. И теперь, зачем я вам об этом рассказывал? Тут есть такая функция, как повернутый, ну, вертеться, когда ты ходишь по пути, по пути. Вот, смотрите, что происходит теперь. Он у нас поворачивается. То есть, это очень тоже выглядит, допустим, можно, ну, даже не знаю, ну, так трамплины, допустим, делать. Какую-то машинку вы нарисовали, и вам, ну, короче, неохота, чтобы она постоянно, ну, вам постоянно ее настраивать, там вертеть, крутить, чтобы она, ну, была по трассе, ехала ровненько. Конечно, это в профиле, я имею в виду, в среде. И можете вот тут галочку поставить, нарисовать путь, поставить галочку, и она у нас будет вертеться автоматически. Очень удобная вот эта функция. И у нас осталось только режима, ну, рендеринга слоя. Для того, чтобы воспользоваться вот этой функцией, тут изначально стоит на нормале. Ну, чтобы заметить изменения, вам нужно, допустим, хотя бы два слоя. То есть, любой слой 2 будет. Слой 2. И мы тут нарисуем какие-то квадратики, треугольнички. Итак, после этого наш слой, который мы хотим вот тут изменять, настройки рендеринга, он должен быть сверху, а остальные должны быть снизу. Мы можем тут их как-то переместить, но, в общем-то, смотрите. А тут есть достаточно обильное количество режимов. Вот, Multiple, там Screen, ну, там разные у него названия. Разность, Saturation, Свет, Элюминистерсность, разность. Разные названия. И разные названия дают разные эффекты. Допустим, вот этот у нас, вот, наши слоя, они... Ну, то есть, наш нижний слой, он получает те эффекты, которые наложены, ну, всё накладывается. То есть, вы видите, тут есть такая пимпочка, и тут она у нас видна. Думаю, ясно объяснил. И также тут разные эффекты, можно посмотреть. И так, спасибо за внимание, спасибо за просмотр. моего урока. Всем спасибо, всем пока.